Каждый житель земли, кому посчастливилось учиться в школе, получает примерно одинаковый набор представлений о прошлом нашей земли и ее жителей. Считается, что около трех миллиардов лет назад здесь зародилась жизнь. Она развивалась, усложнялась, и вот два с половиной миллиона лет назад, где-то в Африке, появился первый человек, который твердо стоял на двух ногах, а для защиты брал в руки дубину. Целых два миллиона лет он жил на деревьях и трудодоступных горных пещерах, занимался собирательством, искал съедобные ягоды, орехи, плоды покрытосеменных деревьев, добывал на мелководье морских и речных моллюсков, раскалывал их и ел сырыми, подбирал свежую падаль останки чужой добычи. Позже, около 300 тысяч лет назад, он освоил технологию совместной охоты с применением простейшего оружия. Не имея острых клыков и когтей, наш далекий предок стал использовать угловатые куски скальных пород, а со временем даже научился мастерить из них каменные топоры и копья. Первобытные люди собирались в охотничьи бригады и сообща добывали крупных и мелких животных, потом делили добычу и жили небольшими племенами, защищаясь от диких зверей и враждебных им племен. Так появилось, наконец, человеческое общество. Постепенно число первобытных людей увеличилось настолько, что они стали расходиться по всей планете, заселяя Европу, Азию, Обе Америки и Австралию. Знакома картина, не правда ли? Причем, когда мы говорим Европа, мы в данном случае имеем в виду только южную часть Западной Европы. А весь север Евразийского континента в той эпоху, по мнению ученых, занимал многокилометровый ледник, растаявший 15-10 тысяч лет назад. И вот тут мы сталкиваемся с первым серьезным противоречием. Во второй половине 20 века на территории России было сделано несколько громких археологических открытий, которые ставят под сомнение теорию оледенения. При Ритье Котлована во Владимирской области строители случайно обнаружили захоронение древних людей. Позднее это окажется известным на весь мир сунгирским археологическим памятником, возраст которого доходит, по некоторым оценкам, до 28 тысяч лет. Древние люди, жившие в Сунгире, ничем не отличались от нас, своих далеких потомков. Они имели высокий рост, белую кожу и такой же, как у нас, объем мозга. У них была развитая цивилизация, обладавшая высоким для той поры уровнем технологий. Они умели выпрямлять кость мамонта и шили себе модные дубленки, украшая их стразами. Согласитесь, это довольно странно для первобытных людей, которые не так давно спустились с деревьев. Наши бравые, уважаемые коллеги не изволили замечать эти находки, как будто бы не было. Вот типичная позиция официальной науки. Если нечто не вписывается в концепцию, этого как бы и нет. Причем не нужно думать, что современная концепция, она была всегда. Я напомню такую замечательную схему, как схема пильдаунского человека. Когда нашли эту фальшивку в 1912 году, тут же возникла определенная схема происхождения человека. Для всех было очевидно, что сначала была некая обезьяна, видимо пятиконтроп, а потом возник пильдаунский человек. Официальная наука отвергала существование офталопитоков, их быть не может. Из-за этого и были колоссальные проблемы у Луиса Лики. Ведь его офталопитоков не бывает, вот их выдумал. На самом деле был бесспорный пильдаунский человек. Как выражаются полуграмотные люди, наука доказала. Меня восхищает сила этого аргумента. Как только возникает некая общепринятая концепция, неважно, с пильдаунским человеком или без него, тут же отвергаются все остальные варианты эволюционного развития. И все, что мы находим, вбивается в некую разно всегда заданную схему. Другая находка поразила ученый мир еще больше. В Западной Сибири, в Красноярском крае, близ города Ачинск, на землях, которые всегда считались неисторическими, советский археолог Виталий Ларичев обнаружил странный предмет, по виду напоминающий жезл со спиралевидным узором. При внимательном изучении этот узор, состоящий из 1065 мелких значков, оказался луно-солнечным календарем на несколько лет. Эту находку окрестили Ачинским жезлом. Его возраст составляет около 18 тысяч лет. Это древнейший календарь на Земле. И при том, довольно точный. Как вы, наверное, знаете, в Сибири очень суровый климат даже сегодня, когда никакого ледника на Эвразийском континенте нет. Столбик термометра зимой опускается до минус 50 градусов. Что же там должно было быть, когда многокилометровый морозильник вюмского ледника лежал буквально в нескольких сотнях километров, а вся территория была покрыта вечной мерзлотой? Возможно ли в таких условиях цивилизованная жизнь и фундаментальная наука? В том же Красноярском крае, Денисовской пещере, найдены останки девочки, жившей 75 тысяч лет назад. Теперь в науке появился термин «Денисовский человек». Археологи предполагают, что уже начиная с периода 40 тысяч лет до новой эры, Денисовский человек населял обширные территории Западной Сибири. Напомним еще раз, что Сибирь современные историки считают неисторической землей. Там якобы никогда не было никаких очагов цивилизации. Все очаги принято находить только на Ближнем Востоке и в Западной Европе. Но вот незадача. Оказывается, сибирские археологические находки несколько раз старше, чем их аналоги в других частях света. Получается, что люди в Сибири жили с незапамятных времен. Могли ли они при этом не создавать культуры, науки или хотя бы простейшей государственности? И уж совсем никак не вписывается в теорию оледенения находка, сделанная за полярным кругом в Якутии в устье реки Бирюлек. Там обнаружена стоянка первобытных людей, которые, внимание, приручили мамонтов. Да-да, приручили мамонтов и использовали их как домашних животных. Я видел, как это происходит, ну, например, со слонами. Для того, чтобы мне сделать экспедицию через Мьянму, мне нужно было жить на слоновой ферме и смотреть, как слонов ловят, приучают и так далее. И вот ловят взрослого слона, одевают на него цепи, приковывают его, истязают, не дают ему есть, пить. То есть они должны сломать его. И вот когда они его сломали, кого-то за три дня, а кого-то за неделю. С этого момента, все, снимаешь все цепи. Более того, слонов и профсоюз такой, слоны, не знаю, как это осуществляют, они больше четырех часов не работают. Они четыре часа отработали, все их отпускают, а они пошли в джунгли хоть куда. А потом, значит, в колокольчик ударили, они все приходят, чтобы работать. И ту работу, которую сегодня делают слоны на той территории, невозможно сделать ничем другим, посредством ничего другого. Это абсолютное безумие, охотиться человеку на мамонта. Как? Как? Вырывали яму. Вы представляете, да палкой-копалкой вырыть яму для мамонта. Раз. Второе. Отогнать от стада мамонта. Вы представляете? Третье. Он что, должен быть слепой, глухой, в наркотическом состоянии, чтобы упасть в эту яму. Потом, как его убить, если любой камень или дриколье для него это песчинка? Значит, он должен там сдохнуть, что ли? И, ну, как вы вышли вообще на эту тему? Как? Какое безумие должно было? Как? Ну, вот, например, смотрите, вот стоянка древнего человека, видите, да? А рядом мы обнаружили кости, значит, там, слона-мамонта. Мамонта. Ну, понятно, но это же хороший строительный материал. Раз. Наконечники, шкрепки из него делать. Это хорошее топливо. Как вы понимаете, мамонты – звери очень большие, больше слонов и гораздо крупнее, чем коровы. Им нужно много есть, чтобы не худеть. Поэтому жить на территориях вечной мерзлоты они просто не могут. Им нужны луга, поросшие сочной травой и кустарником. Какой из этого можно сделать вывод? Только один. В древности на севере Сибири был вполне мягкий климат. Там светило щедрое солнце, дули теплые ветры и буйствовала растительность. Первая легенда мне рассказала Дьячков. Дьячков – это сказатель Юкогир из поселка Неверный. Он мне рассказывает сказку. Значит, Георгий, такая сказка. Вот решили три богатыря выяснить, кто из них сильнее. Чукотский богатырь, Юкогирский богатырь и русский богатырь. И они решили, чтобы доказать, кто из них могущественнее, сильнее, добыть мамонты. Я говорю, слушай, я все понимаю. Ну, русские появились-то здесь в 17 веке. Что, у вас мамонты же? Да ну ты что, Георгий, какие мамонты в 17 веке? Их не было уже. Это было давно. Когда был здесь климат нормальный, более-менее все росло, тогда решили добыть мамонты. И он мне рассказывает, как эта борьба была, как каждый из них добывал мамонта. Это долгая легенда. Он говорит, да это было давно. Это было тысяч, может быть, пять, шесть тысяч лет назад. Эта сказка, может быть, и не родилась. Она здесь, у нас, в Юкагире, там, или на Чукотке. Она могла откуда-то с юга прийти. Но мы эту сказку сохранили. То есть тогда, когда все эти народы здесь на севере не жили. Когда тут мамонты сейчас и не проживет там. Это только одни байки. Там есть нечего. Кстати, обитание мамонтов за нынешним полярным кругом давно уже не тайно как для ученых, так и для простых жителей этих широт, северных народов, а также русских ученых-исследователей и рабочих. Дело в том, что на севере России в вечной мерзлоте бивни мамонта находили всегда и находят сегодня в количестве близком к промышленному. Из них северные народы издревле мастерили предметы быта, а также произведения искусства. В исторических музеях почти каждого крупного российского города выставлены многочисленные скелеты и даже мумии мамонтов. А в зоне вечной мерзлоты охотники и оленеводы по сей день иногда находят замороженное мясо мамонта. За неимением лучшего применения эти простые люди кормят им собак. И что же мы видим? Там, где, по мнению ученых, лежал гигантский ледник и царила полная безлюди, оказывается, вполне успешно жили достаточно цивилизованные люди. Занимались сельским хозяйством, разводили скот, развивали свою культуру и науку. И все это согласно официальным данным археологии. Получается, школьная версия истории в этом вопросе ошибочна? И это лишь часть открытий, сделанных в России. В других странах и на других континентах находок, полностью опровергающих традиционную версию истории, сделано не меньше, а наглядность их порой просто потрясает. Экспедиция российских исследователей во главе с Андреем Скляровым обнаружила в Перу и Боливии на разваленных древних городах следы цивилизации, которая уже 10 тысяч лет назад обладала строительными технологиями, до которых современной инженерной науки еще очень далеко. Более всего, сегодняшних ученых поражает феномен так называемой полигональной кладки, когда крупные каменные блоки не сандартизированы по размеру, а идеально подогнаны друг к другу, согласно особенностям своей формы, включая самые небольшие выпуклости и наклоны. Благодаря этой подгонке блоки ложатся один на другой, как пазлы, и прекрасно держатся без всякого раствора. Кстати, точно так же уложены и блоки египетских пирамид на плато Гиза. Нечто похожее исследователи обнаруживают и в России, чему пример недавнее открытие в Горной Шоре, сделанное экспедицией Георгия Сидорова. Попытавшись представить, с помощью каких инструментов можно было так уложить камни, российские исследователи выдвинули несколько гипотез, каждая из которых предполагает высочайший уровень технического прогресса. Другая гипотеза предполагает неведомый ныне способ химического либо температурного размягчения камня до состояния пластилина. Эту предполагаемую технологию условно назвали пластилиновой. Участники экспедиции Андрея Склярова объездили весь мир, и во многих местах на древнейших строениях, возраст которых скрыт мглой тысячелетий, обнаружили следы высокотехнологичной машинной обработки, в том числе следы дисковых пил и шлифовки на токарном станке. Вот пример из Ливана, с развалин древнего города Бальбек. В последнее время ученые во всем мире все чаще и чаще задумываются о том, что пришла пора пересмотреть наши представления о развитии человеческой цивилизации. В Перу в Краеведческом музее города Ика хранится огромная коллекция камней, на которых вырезаны сцены из жизни древних людей, соседствовавшими с динозаврами. Их собрал в середине 20 века местный испанский хирург и аристократ Хавьер Кабрера. Полторы тысячи сложнейших рисунков нанесены на обкатанные водой куски гранита. Сделать такие сложно даже с помощью современных приборов. А в коллекции доктора Кабрера более полутора тысяч таких камней. Самое удивительное, что на некоторых камнях изображены древние животные, известные только специалистам. Откуда индейцы, незнакомые с палеонтологией, могли знать особенности строения вымерших животных? Исследователи предполагают, что камни Ики – это своеобразная библиотека, которая признана хранить разнообразные знания и доносить их до потомков. Поэтому коллекцию доктора Кабрера называют литотекой. Помимо динозавров, на камнях изображены сцены медицинских процедур, включая такие сложные, как трепанация черепа. На других камнях запечатлены занятия астрономией и даже стилизованные летательные аппараты. Научный мир предпочел отмахнуться от этих находок, назвав их подделками местных индейцев для продажи туристам. Сувенирами, в общем. Но скажите, кому под силу наносить сложные рисунки на твердый гранит? Делать тысячи таких предметов в едином стиле? С научной точностью изображать животных, которые вымерли миллионы лет назад, и даже в современных учебниках описаны не все? Передавать с помощью рисунков сложные процессы, даже черепно-мозговые операции? И все это ради того, чтобы продать их туристам? Согласитесь, сочетание всех этих факторов полностью исключает какое бы то ни было кустарное производство. В другой части Южной Америки, в Мексике, еще в середине 20 века, найдено бесчисленное множество керамических фигурок, изображающих динозавров со всеми возможными подробностями. Местный белый аристократ Вальдемар Джульс Рут на собственные деньги нанял простых крестьян, и те за 7 лет простыми кирками и лопатами выкопали для него из земли эти фигурки. Естественно, что при таком способе раскопок большинство фигурок было просто сломано. А Джульс Рут платил крестьянам только за целые статуэтки. Сколько артефактов при этом погибло, остается только догадываться. Но и уцелевших осталось столько, что аристократу пришлось истрадить на них все свое состояние. И так же, как на камнях летотеки доктора Кабрера, фигурки Вальдемара Джульс Рута показывают нам динозавров, мирно сосуществующих с людьми. Эта статуэтка изображает женщину с маленьким детенышем динозавра на руках. Лабораторные исследования показали, что возраст фигурок из коллекции Джульс Рута от 3 до 6,5 тысяч лет. Предположим, что 6 тысяч лет назад люди уже не видели динозавров, но лепили их из глины, согласно существовавшей старинной традиции, переданной от предыдущих поколений. Но даже в этом случае традиция могла продержаться одно, максимум два тысячелетия. После чего ее смысл был бы утрачен, и общая стилистика фигурок неизбежно изменилась бы. Однако перед нами анатомически подробные изображения древних ящеров. Трудно отделаться от мысли, что их лепили с натуры. Причем делали это маленькие дети на досуге в детском саду. Выходит, либо динозавры не вымрили 65 миллионов лет назад, либо, это даже страшно предполагать, либо люди современного типа живут на земле уже много миллионов лет. Когда мы находим предметы, явления, изображения, которые не можем объяснить. Слой бесспорно имеет возраст, вполне определенный. Датировки по геологии, по радиоглероду, по каменным орудиям, они сделаны довольно точно. Но вот появляется, например, изображение такого орудия. Вот пример такой. Это изображение на стенах одной из пещер во Франции. Вместе с изображениями других животных эпохи Верхнего Плестоцена. Чаще всего уважаемые коллеги объясняют, что это редуцированное изображение женщины. Почему женщины? Не могу объяснить. Я от души желаю уважаемым коллегам именно такую жену. Так ими надо. Но ничего больше сказать, потому что он не в состоянии. Почему женщина? Почему человек? Я вижусь в динозаврах, утешьте мне. Или вот такие изображения. Тоже, разумеется, редуцированные изображения женщин. В этом случае официальная наука поступает очень просто. Она говорит о том, что люди прошлого, они просто выдумывали. Они мифологических животных изображали на тех же самых воротах иштар. А почему мифологических? Давно известно, что гигантская гиена, о которой очень много говорят в Африке, она изображена на фресках в Египте. Но интересная вещь. На этих фресках она изображена, но ни на одном изображении для массового читателя в альбомах ее нет. К слову, изображения древних, исчезнувших много лет назад, животных и растений встречаются и у нас в России. Причем там, где их никто никогда не стал бы искать. Обычный жар птицы, скажете вы. А вот профессиональный палеонтолог быстро узнает в этом рисунке стилизованное изображение фороракуса, древней гигантской хищной птицы, жившей на Земле в эпоху миоцена, то есть около 20 миллионов лет назад. На то, что это необычный голубь или глухарь, указывают несколько особенностей. Во-первых, слишком длинные для нашей фауны страусинные ноги. Во-вторых, на вышивке для сравнения приведены другие пернатые существа, значительно меньшие по размеру. В-третьих, также для сравнения рядом с птицами изображен и человек, который едва достает до груди гигантских птиц. Кстати, обратите внимание на странное изображение головы человека. Вам оно не напоминает скафандр? Это тоже славянская вышивка на ручнике. Можно предположить, что она изображает известных нам крупных кошачьих, например, тигров или леопардов. Но почему у них такие длинные шеи и пальцы на лапах? Откуда у них такие вытянутые морды? Ни у кого из кошачьих нет таких продолговатых челюстей. Если быть честным, то рисунки больше всего напоминают древнего млекопитающего хищника Криодонта, который хозяйничал в наших широтах в эпоху Палеоцена 50-60 миллионов лет назад. А вот рисунки с других славянских скатертей, ручников и платков. Обратим внимание на странных оленей с причудливо осветленными рогами. Это не вымысел художника. Такие олени действительно жили в наших краях. Учёные их так и называют – большероги и оленей. Одна незадача – они вымрили около миллиона лет назад. Вообще, по утверждению антрополога Георгия Сидорова, на славянских вышивках, посуде и узорах резных деревянных наличников нередко можно увидеть вымерших зверей и исчезнувшие растения. Наше сознание отказывается принимать этот факт. Поэтому мы трактуем всех этих ящеров, драконов и жарптиц как сказочных существ – плод народной фантазии. Но что, если мы ошибаемся? Могли ли наши далёкие предки видеть всех этих животных своими глазами? Теоретически, отдельные представители ископаемых видов могли дожить до начала каменного века. Всё-таки они были теплокровными животными и умели приспосабливаться. Но вероятность такого явления можно приравнять к чуду. Другим чудом можно считать, что наши предки сохранили память об этих животных в виде рисунков и смогли донести её до нас. Существует немало фактов, которые не вписываются не только в картину событий последних 40-50 тысяч лет, но даже в пределы простой человеческой логики. Ростовские шахтёры в пласте угля на глубине 300 метров обнаружили окаменевшее колесо от телеги. В достоверности этих снимков не приходится сомневаться. Однако, как такое возможно? Ведь угольный пласт образовался 250 миллионов лет назад. Ещё раз, 250 миллионов лет назад. Находок, которые нарушают привычные представления, на самом деле очень много и гораздо больше, чем кажется. Буквально каждый год приносит новые и новые открытия, часто совершенно невероятные. Ну вот, например, был такой очень интересный немецкий палеонтолог, археолог Ганс Рюк. В 1913 году он нашёл в знаменитом Алдувайском ущелье очень любопытный скелет. Скелет самый обычный, нелодского негра. Ну не может быть нелодского негра в слоях полтора миллиона лет возраста. Ну не может. Тогда человека ещё не было. Так известно. Все люди это знают. А он и есть, понимаете. Сразу было довольно низкое объяснение того, почему находка неправильная. Самое простое был обвал, перенос пород в Алдувайском ущелье. И более молодые находки оказались глубже, чем полагается. И вроде бы даже находили отдельные частички более высоко расположенных пород на костях скелета. Правда, проверить это невозможно. Скелет загадочно исчез в время Первой мировой войны. Причём, заметьте, Берлин в время Первой мировой войны штурм не брали, оккупационной армии там не было. И кто же спёр этот самый легендарный скелет нигде-нибудь, а в археологическом музее, до сих пор неведомо. В геологических хвостах Земли, образовавшиеся миллионы и даже миллиарды лет назад, находят самые разнообразные предметы, имеющие, как кажется, современное техногенное происхождение. Это и каменные орудия труда в Калифорнии, и железный котелок в Оклахоме, и странные стальные шары в Африке. Разумеется, многие находки, подобные этим, являются плодом научной фальсификации или ошибочной трактовки, но есть факты и абсолютно бесспорные. На сегодняшний день в мире накопилось такое количество достоверных открытий, опровергающих традиционную версию истории, что для того, чтобы их объяснить, необходимо создать новую систему исторических представлений. Конечно, проделать такую работу, соблюдая все требования научной школы, под силу только большой команде учёных. Над этим должны трудиться научно-исследовательские институты, финансируемые государством и кафедры истории крупных вузов. Но, к сожалению, сегодня фундаментальная наука самоустранилась от решения этой задачи. Академики и доктора, преподаватели вузов и авторы исторических учебников продолжают настаивать на непогрешимости существующей версии истории и упорно не желают замечать новейших открытий. Любые факты, не вписывающиеся в их картину прошлого, они объявляют фальшивыми или просто не замечают. Возникла парадоксальная ситуация. Факты, опровергающие теорию, официально признаются научным миром. Но сама теория при этом не изменяется. И это длится десятилетиями. А между тем, необходимость объяснить сделанные открытия и дать обществу новую непротиворечивую картину прошлого давно назрела. Поэтому отдельные исследователи по всему миру, не дожидаясь официальной науки, стали создавать свои версии происхождения жизни на планете Земля. Одним из них стал писатель-историк, путешественник и антрополог Георгий Алексеевич Сидоров. Обобщая сведения самых различных источников, от научных монографий советских ученых до преданий овенских шаманов, он составляет свою картину истории человечества. Как художник-импрессионист он работает крупными мазками, описывая эпохи и тысячелетия. Но иногда его исследовательский взгляд выхватывает и весьма тонкие детали исторического и культурного процесса. Особенность Георгия Сидорова, как исследователя, состоит в том, что он не относится к классу кабинетных ученых, а ведет самостоятельный поиск свидетельств прошлого. Им сделано множество открытий, которые наука пока еще не в состоянии освоить. К ним относятся и записанные предания шаманов северных народов, повествующих о временах большой катастрофы и последующего воссоздания мира. И расшифровка исторической информации на славянской вышивках и деревянной резьбе. И многочисленные археологические находки на территории Сибири, Дальнего Востока, Русского Севера и даже Германии. Катастрофа. Что за катастрофа? Это тоже все связано с древним мифом. То есть Харги, дух Харги, злой дух решил уничтожить людей на земле. И он начал бороться с духом Хвеки. Хвеки – это добрый дух. И началась эта ужасная битва. Небо горело, земля горела. И люди вступились в эту борьбу. Белая раса сражалась на стороне доброго духа. И добрый дух одолел Харги. Харги был уничтожен, не звегнут. Но огонь поглотил мамонтов. Они потеряли своих мамонтов. Вода поглотила очень многие жилища. Великая катастрофа настала. Люди спасались только в горах и только на правом берегу Енисея. И тогда остались только домашние лоси и домашние олени. То есть это вот предание, оно очень похоже на истинные вещи, которые на самом деле происходили. Кому-то его мировоззренческие и исторические представления могут показаться слишком фантастическими. Но давайте помнить, что утверждения о том, что земля – шар, кому-то когда-то тоже казались фантастикой. Как и любой исследователь, идущий своей дорогой и мыслящий самостоятельно, он не застрахован от ошибок и заблуждений. Собственно, он и сам всегда советует проверять предоставляемую им информацию и ее трактовки. Работа, которую проделал Георгий Сидоров и другие независимые исследователи во всем мире – это важнейший прорыв в области понимания того, кто мы на самом деле. Сотни тысяч людей в разных странах мира по достоинству оценили труд Георгия Сидорова. Его книги продаются крупными тиражами, какими не всегда могут похвалиться известные журналисты и даже политики. Его видеовыступления в интернете пользуются неизменной популярностью, а на встрече с ним съезжаются люди из самых удаленных уголков России и даже Европы. Сегодня уже невозможно просто отмахнуться от многочисленных фактов, свидетельствующих о совершенно ином ходе исторических процессов на планете Земля, нежели считалось раньше. Но информация о них продолжает усиленно замалчиваться и скрываться. Для того, чтобы факты, опровергающие существующую версию истории, стали достоянием всех людей, живущих на нашей планете, в сети интернет создан электронный каталог уникальных исторических и археологических открытий достояния планеты. Если вы хотите узнать больше об альтернативных версиях истории человечества, познакомиться с артефактами, свидетельствующими о событиях далекого прошлого, или желаете принять участие в поиске и исследовании уникальных исторических памятников, присоединяйтесь к нашему проекту. Заходите на сайт достоянияplanеты.рф, регистрируйтесь и приступайте к изучению. Собралось огромное количество артефактов, которые свидетельствуют однозначно о совершенно другой мировой истории. Уже даже моветон не видеть этого и не понимать. Создание подобных проектов, как то, телепередача, книга, да, чрезвычайно важно сегодня для самосознания многих и многих людей. Это предмет для величайшей гордости своей традиции истории и культуры. Если у тебя не было великого прошлого, у тебя не будет великого будущего. Как говорил российский политический деятель Пётр Столыпин, народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. То же самое можно сказать и о человечестве в целом. Если у нас не будет подлинного знания о самих себе, нам и бесконечно будут манипулировать, доводя до состояния животных. Поэтому становление истины о нашем происхождении, пробуждение исторической памяти во всех жителях планеты Земля – жизненно важная потребность для всех нас. В конце концов, мы ведь с вами тоже – достояние планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова